Здравствуйте, дорогие мои! Если вы меня видите, слышите, поставьте, пожалуйста, плюсик. Здравствуйте, здравствуйте! Чудесно, чудесно я вижу, что вы по ту сторону экрана. Итак, дорогие мои, на прошлом занятии мы с вами обсуждали главные члены предложения. Мы говорили о грамматической основе, о том, чем она может быть выражена. Сегодня мы продолжаем тему начатую в прошлую субботу и поговорим о второстепенных членах предложения. Естественно, тема эта большая и очень-очень важная. Второстепенные члены предложения – это члены предложения, которые грамматически, это очень важно, да, зависят от других членов предложения, поясняют их и оказываются связанными с ними подчинительной связью. О подчинительной связи мы с вами говорили в теме словосочетания, да, и если кто-то помнит, мы обсуждали три вида связи – это согласование, управление и примыкание. Грамматическая основа, в свою очередь, я хочу вам напомнить, да, является смысловым центром, да, смысловым ядром предложений. И если предложение только грамматическая основа, то такое предложение называют нераспространенным, как в первом примере «ступила зима». Да, предложение состоит только из грамматической основы, и поэтому данное предложение является нераспространенным. Второстепенные члены распространяют предложение, то есть они вносят какую-то дополнительную информацию. Как во втором примере. «Скоро наступила суровая зима». Помимо грамматической основы «наступила зима», у нас появляется еще слово «скоро», которое является в предложении обстоятельством, да, и выраженным наречием. И слово «суровая», которое в предложении является определением и выражено прилагательно. Как видите, я использовала такую очень сложную формулировку, да, название члена предложения и чем оно выражено. Это всегда нужно помнить. У нас есть член предложения, а есть часть речи, которой этот член предложения выражен. Но мы об этом еще поговорим. Да, второстепенные члены, как мы уже с вами выяснили, поясняют, да, информацию о предложении. Исторически так сложилось, что у нас выделяют три вида второстепенных членов. Это определение, дополнение и обстоятельства. Каждый вид второстепенных членов выполняет собственные функции и может быть выражен какой-то, какой-то группой, да, частей речи. На самом деле самое главное – это функция. Та функция, которую второстепенный член выполняет в предложении. Итак, начнем мы с вами с моего любимого второстепенного члена. Второстепенный член – это определение. Мне кажется, это наиболее, на мой взгляд, да, наиболее приятный вид второстепенных членов. Меня обстоятельства происходящего не очень интересуют, а вот как они определяются – да. Так вот, определение – это второстепенный член, который обозначает качество, свойство, признак предмета и отвечает на вопросы «Какой?», «Чей?», «Который?». «Какой?», «Чей?», «Который?». Естественно, каждый этот вопрос может быть использован в любой форме. «Какая?», «И которого?», «Чего?», «О чем?», «О чьей?», «Извините?», и так далее. То есть не только этой начальной формой вопрос ограничивается. Определение может быть выражено разнообразными частями речи. Это тоже важно помнить. Это немножко, возможно, для кого-то покажется сложно. Но самое главное – это вопрос. Самый популярный способ выражения определения – это имя прилагательное. Давайте посмотрим, например, «на речном берегу». «На берегу каком?» «Речном». Второй тоже популярный способ выражения определения – это причастие. «О заснувшем ребенке». «О ребенке». «О каком?» «О заснувшем». Чуть реже, но тоже встречается определение, выраженное именем существительным. «Кольцо какое?» и «золото». «Определение может быть выражено порядковым числителем». Смотрите, какой класс. Класс «какой?» «Первый». «Глаголом в неопределенной форме». «Во мне росло желание творить». «Желание какое?» «Творить». Обратите внимание, о роли инфинитива в предложении мы уже говорили на прошлом занятии. Если вы внимательно слушали, то вы наверняка вспомните об этом. Помните, мы говорили о том, что инфинитив может быть как глагольной частью сказуемого, так и второстепенным членом предложения. И были примеры на слайде. Еще один способ выражения – это притяжательное местоимение. Местоимение – это были его вещи, вещи чьи его. Указательное местоимение. «Этот город». «Город какой?» «Этот». И определительное местоимение. Любыми способами, способами какими? Любыми. То есть самое главное – это то, какой вопрос мы задаем. И вопрос должен задаваться от существительного или местоимения. Это очень важно. И опять же мы видим разные формы выражения, определения. «Речной берег» и «Кольцо из золота», например, или «Желание творить», или «Его вещи». И это нас выводит на следующий пункт нашего урока – это виды определения. Определение может быть согласованным, то есть это словосочетание, построенное на основе связи согласования, и несогласованное – словосочетание, построенное на основе связи управления или примыкания. В согласованном определении оба слова изменяются, имеют возможность измениться. И давайте посмотрим, например, «Кольцо какое?» «Золотое». «Нет золотого кольца», «а золотом кольце». Естественно, и слово «золотое» и «кольцо» изменяются, они оказываются в одной форме при изменении, простите за повтор. И мы можем говорить о том, что здесь у нас связь с согласованием. С другой стороны, несогласованное определение выглядит следующим образом. «Человек какой?» «Лет 20» или «Пальто какое?» «Из шерсти». «Мечта какая?» «Летать». И, естественно, первые два примера – это связь управления, последнее – это примыкание. Если вы помните урок о словосочетании, то вы без проблем определите, что это так. Так вот, обратите внимание на связь, на несогласованное определение. Кроме нашего с вами вопроса «какой?», «какое?», «какая?», мы можем задать еще один вопрос. Так вот, иногда у нас к одному члену можно задать несколько вопросов. Давайте посмотрим, как это выглядит. У нас был дом в деревне. Вот слово «в деревне» способно рождать у нас два вопроса. Давайте попробуем написать сейчас в чат, какие вопросы вы можете задать к слову «в деревне». Предлагайте свои варианты. «У нас был дом». Так. Ну, давайте посмотрим. Действительно, к слову «в деревне» можно задать два вопроса. «Где?», «дом где?» в деревне или «дом какой?» в деревне. В данном случае мы можем задать оба вопроса, и это объясняется самой структурой предложения. Поэтому «в деревне» может выступать как в виде обстоятельства, так и в виде определения. Здесь вы можете выбрать любой удобный для вас, любой понравившийся способ выражения. Член предложения, извините. Второе предложение. «Следующая ночь после бури прошла спокойно». Слово «после бури» тоже вызывает у нас желание задать два вопроса. «Следующая ночь после чего прошла спокойно» или «ночь какая после бури». И обратите внимание, во втором случае более ярко видно, что у нас существует вопрос «грамматический» – «после чего?», «после бури». И вопрос «смысловой» – «ночь какая после бури». Так вот, грамматический вопрос очень часто мы задаем к части речи, которой выражен наш член предложения. А смысловой вопрос мы уже задаем собственно к члену предложения. Поэтому здесь «следующая ночь какая после бури» я думаю, что здесь лучше определить «после бури» как определение, которое выражено существительно. Грамматический вопрос. Итак, давайте теперь потренируемся и определим, какое предложение содержит определение «согласованное». Читайте, пожалуйста, четыре предложения и напишите номер того предложения, которое содержит согласованное определение. Только будьте очень-очень внимательными, потому что здесь я расставила для вас ловушку. Итак, первое предложение «начало июня оказалось дождливым». Второе «кудрявые краснощеки мальчик сидел в санях». Прозвучала вторая ария из оперы «и он не выполнил свое обещание прийти». Друзья мои, здесь ни одно предложение. Ни одно предложение. Посмотрите внимательно. Не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. Ну, давайте проверим. Та-дам! Правильный ответ – 2-3. Да, 2-3. Я увидела несколько правильных ответов. Молодцы. Смотрите, пожалуйста, на первое предложение, которое почему-то понравилось очень многим. «Оказалось дождливым» – это именная часть составного именного сказуемого. Глагол «казаться» и «оказаться» является неполнозначным и, естественно, требует за собой именной части. Согласованное определение во втором предложении. «Мальчик какой?» – «кудрявый, краснощекий». И в третьем. Ария какая? – «вторая». Так, попробуем еще. Теперь мы ищем несогласованное определение. И здесь тоже больше, чем одно предложение. Больше, чем одно предложение, ребята. Внимательно читайте. Это посложнее. Но я думаю, вы справитесь. «Я встала в очередь за мужчиной с чемоданом. Он жил близ деревянной церкви. Из болезняка находилась в лесу. Лодка с парусом быстро неслась по волнам». Предлагайте. Больше, чем одно предложение, друзья. Так, так, вижу правильные ответы. Молодцы. Самое главное – это вопрос «какой?», который вы задаете от существительного. Так. Ну что, я думаю, мы можем проверять. Проверяю. Смотрите. Правильный ответ – 1, 3 и 4. Такой ответ был в чате. Итак, смотрим. «Я встала в очередь за мужчиной». «За мужчиной каким?» «С чемоданом». Это определение. Хотя здесь можно задать вопрос «с чем?». Второй вопрос. Грамматический. «Номер 2» – это согласованное определение, которое нам не подходит по заданию. «Номер 3». «Изба чья лесника» – это определение. «И лодка какая?» «С парусом быстро неслась по волнам» – это тоже несогласованное определение. Я вижу, что большая часть ответов была 1,4. Это хорошо. Это значит, вы верной дорогой идете. Итак, особый вид определения – это приложение. Приложение – это такой загадочный член предложения, который выражается существительным, стоящим в том же самом падеже, что и определяемое слово. Иногда приложение может быть несогласованным. Чаще всего это слово в кавычках, то есть название чего-либо. И тогда оно должно стоять в именительном падеже. Например, журнал «Новый мир». «Новый мир» – это будет как раз таким несогласованным приложением. В предложении приложение выполняет функцию определения. Это немножечко может быть сложновато. Итак, приложение обозначает различные качества предмета или лица. Это может быть признак, красавица весна, какая-то национальность, проводник, индус, профессия, дядя-шофер и так далее. На самом деле может быть все, что угодно. Давайте мы попробуем проанализировать сейчас наш слайд. Примеры на слайде. Итак, Сергей Никонорыч, буфетчик, налил 5 стаканов чая. Сдаем вопрос. Определяемое слово на слайде выделено зеленым цветом. Сергей Никонорыч – буфетчик. Так, какой буфетчик? И как раз буфетчик – это будет приложением. Приложением одиночным, то есть состоящим из одного слова. Второй пример. Песня «Какая?» Крылатая птица. Крылатая птица – это приложение. Я по-прежнему жду ваших ответов. Я вижу чудесные правильные ответы, друзья мои. Это греет мое сердце. Особенно, если среди этих правильных ответов есть те, которые только-только узнали о том, что существуют приложения. Может быть, такие есть. Итак, давайте проанализируем правильный ответ. Итак, их действительно три. Это два, четыре и пять. Во втором у нас антип «какой?» Шорник – это профессия. Возможно, вы, наверное, не знали, потому что профессия ушедшая уже из нашего времени, из нашей действительности. В четвертом у нас приложение «собаки какой?» по кличке Жулик. И пятое предложение «Москвы-реки». «Река Москва» – «Реки Москвы». «Реки Москвы» – это будет приложение. Итак, я думаю, что мы с вами имеем полное право перейти к следующему второстепенному члену. Это дополнение. Дополнение, как правило, включено в группу сказуемого. То есть вопрос задается от сказуемого и поясняет его. Дополнение – это тот второстепенный член, который обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей. Косвенные падежи – это все, кроме именительного. То есть винительный, дательный, родительный, творительный, предложный. И в предложении дополнение может обозначать множество предметов. Например, объект, на который направлено действие. Например, приступить к уроку. Это может быть объект восприятия – слушать музыку. Или, например, орудие действия – писать ручкой, стучать молотком. Может быть, объект сравнения. Не знаю, чтение лучше спорта. Но я так не думаю. Но я считаю, что и спорт, и чтение очень важны в нашей жизни. Но, тем не менее, как пример это вполне подойдет. Так вот. Чем же может быть выражено дополнение? Дополнение чаще всего выражается существительным или местоимением, которое отвечает на вопросы косвенных падежей. О чем мы уже сказали? Я смотрю, что? Телевизор. Он любит кого? Ее. То есть это существительное или местоимение, к которому мы задаем вопрос любого падежа, кроме именительного. Потому что на вопрос именительного падежа отвечает, какой член предложения? Абсолютно правильно. Подлежащее. И только оно. Второй способ выражения – это имя числительное. К трем добавить сколько? Десять. Это дополнение. И еще один способ – это инфинитив. Да-да, наш с вами любимый инфинитив, который мы только что видели в определении, здесь тоже мы его наблюдаем. Отец приказал что? Вернуться. Врач посоветовал что? Гулять чаще. Что? Это вопрос винительного падежа. И поэтому в данном случае это дополнение. Ну и еще один способ выражения дополнения – это фразеологизм или какое-то неразложимое словосочетание. С этим мы тоже сталкивались на прошлом занятии, как-то обсуждали способы выражения подлежащего или сказуемого. Нужно найти что? Больное место. Вот здесь больное место – это будет как раз почему-то слетело выделение слова «больное». Больное место – это как раз будет наше с вами дополнение. Больное место – это значит какое-то уязвимое место. или тема, которая причиняет неприятные ощущения человеку, то, что делает его уязвимым. Дополнение бывает прямым и косвенным. Прямое дополнение, может быть, звучит несколько страшно, но страшного в этом нет ничего. Прямое дополнение – это существительное, без предлога, в форме винительного падежа. Я читаю что? Книгу. Жалко кого? Девочку. И, естественно, это будет прямым дополнением. С другой стороны, у нас есть косвенное дополнение. Косвенное дополнение – это существительное или любое другое, любая другая часть речи. Если у нас существительное, то это любой падеж, кроме винительного или винительный падеж с предлогом. Например, «Яков промолчал и закрылся рукой». Вопрос «чем?» – это вопрос творительного падежа. Или «20 делится на что?» – на 5. В данном случае тоже дополнение косвенное, потому что появляется и предлог. Хотя на что? Да, это винительный падеж. Итак, давайте попробуем выписать из данного предложения дополнение или дополнение. Жду ваших ответов в чатике. Пробуем. Пробуем. Мысленно подчеркните грамматическую основу, чтобы не перепутать. И предлагайте. Не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. «Белое одеяло снега скрыло все следы». Так. Так, так, так. Так. Давайте посмотрим. Действительно, таким железным дополнением может быть только слово «следы». Да, потому что мы к нему задаем «скрыло что?» – «следы». Это прямое дополнение. Что касается снега, который… Ой, извините, у меня тут немножечко все сбилось. Что касается снега, да. В принципе, его можно определить как дополнение «белое одеяло чего?» – «снега». Но на самом деле я бы выделила его как кусочек подлежащего. Да, «белое одеяло снега» – как неразложимое словосочетание. Поэтому, скорее, да, правильным будет ответ только «следы». «Белое одеяло снега подлежащего», да, «что сделало?» – «скрыло». Это будет сказуемое. Но вы молодцы. Молодцы. Итак, а мы с вами идем дальше и продолжаем работать с дополнением. Сейчас я хочу, чтобы вы выписали номера предложений, которые содержат прямое дополнение. Читайте внимательно, задавайте вопросы. Напомню, что такое прямое дополнение. Это существительное, да, в форме винительного падежа без предлога. Предлагайте свои варианты. «Я, мальчишка, ловил снегири и держал их в клетке. Заплатить за проезд. Я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Нам дали это задание. Никогда и никому не доверял своей тайны». Предлагайте. Не стесняйтесь. Так. Дам чуть-чуть побольше времени, чтобы вы спокойно прочитали. Так, так, так. Разделились у нас мнения. Кто-то предлагает 1, 4, 5. Кто-то предлагает только 1, 4. 2, 3, 4, 5. Давайте посмотрим. Посмотрим на правильные ответы. Итак, 1, 4, 5. Да, снегирей. В первом случае ловил кого снегирей. Да, кого что. В четвертом нам дали это задание. Дали что задание? Это винительный падеж. Предлога нет. И в пятом не доверял своей тайны. Это тоже будет, несмотря на то, что здесь используется родительный падеж, да, при отрицании. Но это тоже будет прямое дополнение. Кого что не доверял. Кого чего. Посмотрите, пожалуйста, заплатить за проезд. Это косвенное дополнение, потому что у нас есть предлог, да, за что. И в третьем вспоминал об этом, когда в самые страшные минуты боя это тоже не может быть прямым дополнением. А мы с вами идем дальше. Последний второстепенный член, о котором я бы хотела с вами поговорить, это обстоятельства. Обстоятельства – это второстепенный член, который поясняет, при каких условиях, при каких обстоятельствах совершается действие. Или указывает на какие-то дополнительные признаки. Это степень, например, проявления действия, да, или признак – это способ, мера, цель, ну и так далее. На самом деле может быть все, что угодно. Как мы видим, таким образом обстоятельства описывает, где и когда совершается действие, да, как и почему оно совершается, с какой целью, при каких условиях оно может быть совершено или совершается, да, вопреки чему или подобно чему оно совершается. То есть вот такая очень обширная, да, область применения обстоятельств в предложении. Обстоятельства, как зависимое слово, словосочетание, да, связывается с главным словом по способу примыкания или управления. То есть никакого согласования здесь, естественно, не будет, да, только управление или примыкание. Ну, давайте посмотрим, чем оно может быть выражено. Ну, во-первых, такой классический случай, обстоятельство может быть выражено на речи, да, смотрите, в первый раз голос у нее немного дрогнул. Дрогнул как? В какой степени? Немного, да, это наречие, это обстоятельства меры и степени, да, точнее, это обстоятельства, да, меры и степени выражены на речи. Обстоятельства может быть выражены деепричастием или деепричастным оборотом. Да, деепричастие – это одиночная форма, что делая, что сделав, да, эти вопросы, деепричастие, деепричастный оборот – это деепричастие плюс зависимые слова. Давайте посмотрим, например, девушка стояла, облокотившись на перила. Да, так вот, облокотившись на перила – это будет деепричастный оборот. Смотрите, девушка стояла, что сделав, да, облокотившись на перила. Перед нами обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом. Инфинитивом, нашим любимым, да, не инфинитивом, нашей любимой неопределенной формы глагола, тоже может быть выражено обстоятельство. И в качестве примера приведу следующее предложение. Я приехал увидеться с тобой. Я приехал с какой целью увидеться с тобой? То есть это не глагольная часть составного глагольного сказуемого, а это как раз обстоятельства цели, выраженные инфинитивом. Еще один способ – это существительное в косвенном падеже с предлогами или без предлога. Например, на мхах под деревьями лежала седая роса. Лежала где? Это обстоятельства места, которые выражены существительными с предлогами. На мхах под деревьями. Ну и некоторыми фразеологизмами он работал, что делая, да, не покладая рук. Когда-то это было дейпричастием, но потом, собственно, стало фразеологизмом, да, покладая. Виды обстоятельств. Собственно говоря, я начала уже, да, их употреблять. Теперь мы поговорим об этом подробнее. По тому, что описывает обстоятельства, выделяют следующие виды. Если обстоятельство, да, описывает место происходящего действия, то тогда мы называем это обстоятельством места. Где, куда, откуда и много-много других смысловых вопросов, которые вы можете задать. Мальчик спустился на санках откуда? С горы. Это обстоятельства места. Обстоятельства времени. Когда, как долго, до каких пор, с каких пор, в течение какого времени. И вопросы можно на самом деле продолжать. Я выполню задание когда? Вечером. Это обстоятельства времени. Третий способ, третий вид. Это причина. Обстоятельства причины. Вопросы. Почему? По какой причине? Он укололся от чего? Почему? По какой причине? Сослипу. Обстоятельства цели. Зачем? Для чего? С какой целью? Я сделал это на зло. Я сделал это с какой целью? На зло. И обстоятельства условия. При каком условии совершается данное действие? Мы останемся при каком условии? При нежелании ехать. Но это еще не все, дорогие мои. У нас еще есть обстоятельства образа действия. Как? Каким образом происходит действие? Шел он как? Медленно в перевалку. Да. Как? Каким образом? Медленно в перевалку. Обстоятельства меры и степени. Тут мы можем задать несколько вопросов. В какой мере? В какой степени? Насколько? Он ответил чрезвычайно скованно. Да. Как? В какой степени? Насколько скованно? Да. Насколько? Восьмой вид обстоятельства – это обстоятельства сравнения. Здесь вопросы как, подобно кому, чему. И это часто бывают сравнительные обороты. Вопросы, ой, извините, волосы топорщатся ершиком. Волосы топорщатся подобно чему? Да, ершиком. Как ершик. Здесь у нас явно видно сравнение, обстоятельства сравнения. Ну и последний здесь вид – это уступки. Достаточно редкий вид. Мы его почти не используем. Наверное, только в письменной речи активно используем. Вопреки чему и несмотря на что? Вот два вопроса, которые мы можем задать. Несмотря на ливень, сбегаю в магазин. Сбегаю в магазин, несмотря на что? Несмотря на ливень. Это такой не очень популярный в живой разговорной речи вид обстоятельства. Ну вот в письменной, да, в письменной мы его находим регулярно. Как вы поняли, вопросы к обстоятельствам задаются смысловые. То есть тот вопрос, который вам хочется задать, тот вопрос, который кажется вам логичным, вы и задаете. Другое дело, что иногда ваше представление о вопросе и реальное предложение могут расходиться. Но все это умение достигается тренировками. Итак, давайте теперь попробуем поработать с обстоятельствами. Нужно выписать один номер соответствующего обстоятельства места. Предлагайте виднеться вдали, мало похож, сидя, спит, смотреть тревожно. Предлагайте свои варианты. Так. Виднеться вдали, мало похож, сидя, спит, смотреть тревожно. Я вижу только правильные ответы. Действительно, задание не самое сложное. Справились. Да, 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 друзья мои, все верно. Это, конечно, ответ один, да, виднеться где вдали. Только одно слово из четырех предполагает этот вопрос где. Давайте теперь попробуем найти обстоятельства образа действия. Я чуть-чуть усложняю вам задачу. Предлагайте. Образа действия. То есть мы вопрос задаем, как, каким образом. Очень холодный, смотреть молча, спрыгнуть с обрыва, сделать при желании. Вопрос как, каким образом. Каким образом. Каким образом. Каким образом. Тоже вижу очень много правильных ответов. Давайте разберем, что же здесь на самом деле правильно. Это цифра 2. Смотреть, как, каким образом, молча. Посмотрите на пример 1. Холодный. Холодный как? В какой степени? В какой мере? Это наречие меры и степени. Обстоятельства меры и степени, простите. Спрыгнуть откуда с обрыва. Это обстоятельства места. И сделать при желании. Это обстоятельства условия. Я могу это сделать, если желание будет. Идем дальше. Ищем обстоятельства причины. Предлагайте. Внимательно, внимательно. Обстоятельства причины отвечают на вопрос. Почему? По какой причине? Только одно, друзья. Только одно. Два варианта невозможно. Это здесь я официально заявляю. Вопрос по какой причине? Почему? Так. Проверяем. Действительно, это ответ 4. Побледнел по какой причине? От страха делала на зло. Цифра 1. Делала с какой целью на зло? Это обстоятельства цели. Поэтому не может быть причиной. Идем дальше. Попробуем еще. Обстоятельства цели. Вышел встретить. Случилось утром. Смеяться заразительно. И тебе шумно. Задаем вопрос. Зачем? С какой целью? Зачем? С какой целью? Ну что, проверяем. Я тоже вижу. Много-много правильных ответов. Молодцы. Это действительно цифра 1. Вышел с какой целью? Встретить. Случилось утром? Случилось когда? Утром. Это обстоятельства времени. Смеяться как? Каким образом заразительно? И идти как? Каким образом бесшумно? Это обстоятельства образа действия. Так. Попробуем еще. Обстоятельства условия. Гуляем. Несмотря на проливной дождь. Растут в поле. Звоните в случае высокой температуры. Работало играючи. Только одно, друзья. Только одно. Выбирайте. Не может быть два ответа. Никак. Условия, друзья. Вопрос. При каком условии? Задавайте этот вопрос и смотрите, получается или не получается. И вот как только я напомнила про вопрос, сразу я увидела много правильных ответов. Может быть, просто вы созрели, чтобы правильно ответить. Это никак не связано. Давайте проверим. Действительно, это ответ 3. Звоните при каком условии? В случае высокой температуры. Почему первый вариант не может быть правильным? Потому что здесь у нас обстоятельства уступки. Гуляем несмотря на что? Несмотря на проливной дождь. Если вы видите предлог «несмотря на» или предлог «невзирая на» еще, ой, простите, не предлог «союз». Нет, в данном случае это предлог. Или, допустим, «хотя и», то знайте, что это будет обстоятельство уступки или предаточной уступки. Это всегда уступка. Эти слова отвечают за введение отношений уступки смысловых. Второй вариант. Растут в поле. Естественно, это обстоятельство места. И четвертое. Работало как, каким образом играючи. Это обстоятельство образа действия. Здесь никакого сюрприза для нас нет. Предлагаю теперь разобрать по членам предложения. Следующее. Простите за повтор. Предложение. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать пустые щи. Даю одну минуту. Я думаю, что в чат писать, наверное, не нужно, потому что слишком много придется писать. Просто посмотрите глазами, мысленно разберите по членам предложения, а потом мы с вами проверим, совпали наши представления о разборе или нет. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать пустые щи. Такая трудная и тяжелая судьба бедного Герасима. Из произведения Тургенева Муму. Я думаю, что вы уже посмотрели, вам уже стало немножко скучно, и я предлагаю посмотреть на вариант разбора. Во-первых, грамматическая основа. Герасим взялся и продолжал хлебать. Герасим – это подлежащее, выраженное именем существительным в именительном падеже. Взялся и продолжал хлебать. Это однородное сказуемое. Об однородных членах предложений мы будем говорить на следующем занятии, если я ничего не путаю. Так вот, первое сказуемое взялся, выраженное глаголом. Второе сказуемое продолжал хлебать. Взялся, извините, это простое глагольное сказуемое. Продолжал хлебать – это составное глагольное сказуемое, выраженное глаголами. Дальше. Взялся как? Основа – это обстоятельства. Взялся за что? Заложку – это дополнение, косвенное дополнение. И продолжал хлебать что? Щи – это прямое дополнение. И щи какие? Это определение, согласованное определение, выраженное прилагателем. Давайте еще попробуем. Следующее предложение. Снег висел на деревьях, лежал на крыше краульного помещения. Мысленно выделить грамматическую основу и второстепенные члены предложения. Давайте теперь посмотрим. Итак, грамматическая основа. Снег висел, лежал. Опять два сказуемых. Я вас морально готовлю к тому, что существует однородное, о которых вы наверняка знаете очень много. Итак, снег – это подлежащее, выраженное, существительное. Висел, лежал – это два сказуемых, простых глагольных сказуемых, выраженных глаголами. Висел, где, на чем. Два вопроса мы задаем, но тем не менее, на чем – это вопрос грамматический, как к части речи, а где – это вопрос смысловой. И я понимаю, что передо мной обстоятельства места. То же самое, обстоятельства места выражено существительным с предлогом. То же самое, лежал – где, на чем, на крыше. Перед нами снова обстоятельства места, выраженное существительным. На крыше чего? Помещение. Или на крыше какой помещение. Я думаю, что здесь, наверное, лучше выделить дополнение, потому что вопрос, какой, мне кажется, звучит не очень хорошо. Помещение – это дополнение. Помещение, выраженное существительным, простите, я все время забываю называть, чем выражен, член предложения. И помещение какого? Караульного. Это согласованное определение, выраженное прилагательно. Вот так мы должны поступать в случае синтаксического разбора. Мы с вами сегодня поговорили о второстепенных членах предложения. Мы с вами обсудили, чем может быть выражено обстоятельство дополнения и определения. И поговорили об их специфических особенностях. Я надеюсь, что сегодня для кого-то была какая-то новая информация. Может быть, кто-то себе систематизировал то, что уже знал. Если для кого-то этот урок был полезен, я буду очень рада. И желаю вам всего-всего-всего самого доброго. Увидимся в следующую субботу на нашем уроке. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...